Самолёта сначала в баню, потом к вам. Еле успел. У вас самая серьёзная таможня в мире. Я где только не летал. Такой серьёзной нет нигде. Столько держали. Так, я рад вас всех видеть. Прям не себе. Ну, то есть он в этой зоне отвлекается от себя. Ну, приведу пример, допустим. Вот, допустим, ребёнок играет, допустим, в шахматы, хочет выиграть, допустим. Или возит машину и хочет построить бабушке дом. Где его предназначение больше, играть в шахматы или возить машину? Ну, так, просто на вскидку. В машину, потому что в шахматы он хочет себе чего-то, он хочет выиграть, хочет славы, побед. А когда он возит машину, он хочет что-то сделать другому человеку. То есть зона, где я хочу, где я бескорыстный, я способен что-то бескорыстно делать, эта зона, она связана с разумом. Это и есть то, что ближе к предназначению. Допустим, приведу пример. Я когда, допустим, если взять, допустим, жертвовать пищу, допустим, кормить людей, мне не нравится, я люблю сам есть. В целом существует четыре стадии развития человека в плане предназначения. Первая стадия называется хобби. Ну, то есть хобби, это означает, вот я, допустим, картины рисую, мне нравится, отлично, я люблю рисовать картины. Это разума, деятельность разума. Нет, это деятельность ума, нравится эта деятельность ума. Это зона внутри эгоизма. Психика человека вся, ум человека — это зона, где мы живём. То есть мы живём в уме, это по-другому называется ещё тонкое или психическое тело человека, ум. Он весь заполнен эгоизмом. От эгоизма свободна только другая зона, называется разум. Разум — это та зона, где находится знание человека и воля, решимость, самоконтроль, способность побеждать судьбу, энтузиазм и так далее, храбрость, самопожертвование. Всё это разум, называется разум. Предназначение человека находится в разуме. Но если я хочу что-то делать, чтобы мне нравилось, он уже начинает чувствовать, что подходит. Говорит, вот этот камень, Олег Геннадьевич, точно подходит вот этому человеку. Я точно знаю, что он не этому человеку этот камень подходит, а ему самому. Это сто процентов. Вот первое, к чему человек достигает, он в других чувствует себя. Ну, то есть человек нарисовал картину, думает, сейчас всем понравится, никому не нравится, кроме него. Ну, то есть он занимается деятельностью ради себя, по факту. То, что ему только надо, никому не надо вообще. Понимаете, это называется хобби. Причём интересно знать, что хобби у человека никогда не меняется, зона хобби. Зона хобби никогда не станет зоной предназначения. Допустим, ко мне подходит девушка, говорит, Олег Геннадьевич, я очень люблю выступать на сцене, в театре. Я работаю бухгалтером. Наверное, я ещё не развилась до того, чтобы на сцене зарабатывать деньги. Я отлично выступаю, денег на сцене нет. Бухгалтером нормально, я зарабатываю деньги, всё классно, но мне не нравится эта деятельность. Ответ такой, это хобби, твой театр, это хобби. Это не та деятельность, где находится твоё предназначение. Тебе не нравится зарабатывать деньги бухгалтером, потому что ты ещё не научилась делать это для других. Потому что деньги у тебя на первом месте стоят в этой деятельности. Когда деньги на первом месте, ты не можешь быть счастливым, потому что ты мотивирован не служением, которое даёт счастье. Ты что-то делаешь для других. Вот если я сейчас, допустим, буду читать лекции, я буду мотивирован, допустим, тем, чтобы вы потом меня очень уважали. Я тогда так... Здравствуйте. Я рад вас всех видеть. Ну, нравится лекция или нет? Ну, то есть, сразу, видите, меняется сразу сама тема беседы. Если я мотивирован деньгами... Добрый день. Привет. Я рад вас всех видеть. И так далее. То есть, мотивация, она сразу... Ну, человека как бы настраивает на определённую волну. Эту волну видно сразу невооружённым взглядом. И все виды мотивации, которые идут из сердца, они ничего общего с предназначением человека не имеют. А даже если человек мотивированный делает своё дело, то эта мотивация его, она рано или поздно заглохнет. Понимаете? То есть... Но если даже человек занимает своим делом, но сильно мотивирован чем-то не тем, кроме как служение людям, он не сможет почувствовать там своё предназначение. Человек может почувствовать своё предназначение только в одном случае, если он конкретно хочет видеть счастье в глазах и в результате своей деятельности. Всё. Нет других вариантов почувствовать счастье в деятельности. Мотивация с зарплатой, славой, почётом, положением в обществе никогда не сделает человека счастливым. Невозможно. Ну, то есть, другими словами, есть разные стадии развития личности. И большинство людей хотят испытывать счастье на работе. Но есть только два варианта иметь счастье на работе. Один вариант хобби, когда зарплаты не будет вообще никакой. Ты делаешь то, что никому не надо. Просто никому не надо. И второй вариант испытывать счастье, это когда ты делаешь то, что-то для других людей, а не для себя. Всё. Есть промежуточные ещё варианты. Есть всего четыре как бы варианта. Первый вариант хобби. Второй вариант жить по способностям, действовать по способностям. Это когда человек что-то делает, у него хорошо получается, он зарабатывает нормальные деньги, но ему это не нравится. Потому что способности человека находятся в уме. А деятельность в уме, она не приносит счастья. От неё устает человек. Потому что там нет силы воли, там нет решимости, там нет целеустремлённости, там нет миссии. Ну, получается у меня это делать, я это делал, у меня получается. Но счастья нет. Деньги есть, счастья нет. А почему я не могу по своей природе заниматься? А потому что ты не развился до этого. Во-первых, ты не чувствуешь свою природу. Во-вторых, у тебя нет достаточного бескорыстия, чтобы делать это так, чтобы всем нравилось, и у тебя ещё хватало денег на жизнь при этом. Ну, то есть, первое — хобби. Второе — способности человека. Это в уме находятся два варианта. Третье — предназначение человека в разуме. Развитые люди уже так действуют и живут. И четвёртое — это наставник. Ну, то есть, есть деятельность выше предназначения. Допустим, человек, он всю жизнь собирал мебель. То есть, он собирал мебель, это его предназначение, допустим. Да, он развился как Личность, стал очень мудрым. И дальше, чем он занимается, он начинает обучать всех, как собирать мебель. Его считают учителем. Он сам мебель не собирает, он обучает других людей. Вот это вот наставничество — это четвёртое, самый высший уровень развития Личности. Кем бы человек ни был, он может стать наставником в своей деятельности, или даже он мудрецом может стать. Может быть, он вообще разовьётся духовно и будет давать наставление людям, просто как старший в жизни. Но это очень редкий случай. В основном люди не развиваются до такой степени, чтобы стать старейшинным, мудрецом, ещё кем-то. В основном люди доходят до деятельности, в которой у них есть, допустим, способности, до развития своих способностей. Даже в основном люди до предназначения своего не доходят. Не доходят. Для того, чтобы испытать вот настоящее, глубочайшее счастье от своей деятельности. Итак, давайте изучим, какие бывают виды разума, как вот начнём вот с этого третьего, что такое предназначение человека, какие виды разума бывают, и как раскрывается разум человека в деятельности. Интересно? Да. В психике человека существуют три центра разума. Один находится в области лба, один в области сердца, один в области паха. Эти три центра разума, свои энергии соединяются сюда, в сердце. В области сердца находится душа. Я душа, я вечный. Душа состоит из трёх энергий. Ну, то, в чём она нуждается, и что в ней как бы живёт в душе. Первое, что живёт в душе, это счастье. Я хочу счастья. Человек не может жить без счастья. Счастье или любовь. Желание счастья, любви — это основа жизни человека. Вторая энергия, разум, связанный с желанием счастья, находится в области сердца. Любовь в сердце человек чувствует, счастье в сердце. Вот здесь это действует разум. Центр разума, связанный с счастьем или с любовью, вот здесь находится. И на душе не случайно светло. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. То есть вот здесь находится любовь. Вот здесь находится зона, разум, связанный со знанием. Человек не может жить без знания. Что сказать, ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. И третий центр разума связан с вечностью, желанием стабильности, вечности, жить, желанием жить. Находится в области паха. Это центр разума. Дело в том, что все эти центры разума, они могут быть раскрыты, раскрыты наполовину или совсем закрыты. Ну то есть, другими словами, человек живет вечно. У нас много жизней, мы живем, и у нас мы нарабатываем свои какие-то способности, свои цели какие-то в жизни. И если человек, допустим, был, допустим, врачом в прошлой жизни, то ему в этой жизни тоже захочется когда-нибудь лечить людей. Раскрывается память, вот эта вот природа человека раскрывается. То есть, он помогал людям, допустим, или он, допустим, был художником, допустим, нарисовал то, что людям нравилось, не для себя. И в этой жизни тоже у него появится когда-нибудь к этому интерес, если он разовьется как Личность, если его желание денег не забьет эту идею. Давайте я вам расскажу, какие бывают предназначения человека. Предназначение человека находится в разуме. Мы уже с вами поняли. Разум — это структура, сотканная из знания. В разуме находится знание, как правильно жить. Там находится цель жизни в разуме, там находится сила воли человека, характер, то есть сила воли, способность сосредотачиваться. Там находится решимость человека, способность побеждать себя, бескорыстие. Всё это находится в разуме. Итак, первый тип — четыре всего типа людей. И там в каждом типе есть развернутые разные варианты предназначений. В каждом типе много предназначений, но в целом четыре типа. Первый тип — это люди, у которых в центре знания фонарик вот этот вот горит на полную катушку. Вот отсюда знание — основа его жизни. И он считает, что знание спасёт людей. Людям не хватает только знания, такой человек считает. И поэтому он всю жизнь пытается постичь знание сам. Он постигает его и даёт другим, постигает и даёт другим. И вот цель жизни — знание такого человека. То есть на первом месте стоит знание его жизни. Наполовину раскрытый светофорчик в сердце. И самосохранение таких людей не интересует. Они обычно отшибленные. То есть у них как бы деньгами не интересуются. Работают до потери пульса. То есть их надо из больницы вытаскивать там, если это врач, допустим. Ну то есть такие люди вообще собой не интересуются. Они такие как бы. Вот. То есть знание спасёт людей. То есть я люблю людей. Почему? Потому что хочу давать им знания. То есть этот светофорчик наполовину раскрыт. Желание подарить что-то людям. Вот здесь находится. Любить людей с помощью знания. То есть я хочу давать людям знания. Это первая категория людей. Какой разворот предназначений может быть? Какие предназначения? Ну допустим, человек учёный, тренер, преподаватель, педагог, священник, юрист. Есть в любой специальности человек, который понимает, как происходят процессы разные. Ну допустим, есть даже в деятельности есть люди, которые разрабатывают концепцию бизнеса. Есть люди, которые разрабатывают сайт. Есть люди, которые что-то пытаются разобраться во всём и показать, как это работает. Рационализаторы всякие там. Люди, которые глубоко понимают процессы и всем или просто их внедряют эти процессы, или других обучают, как это надо делать правильно. Это первая категория людей. Какие виды характера, какие черты характера эти люди имеют? Самая главная черта характера — принципиальность. Они стремятся к честности. Они принципиальны по природе эти люди. Они не любят... У них воля направлена на достижение истины. Они хотят во всём разобраться. Они стараются никого не диспотировать, не угнетать. То есть они правду матку как бы на демонстрации обычно не выходят. И в детском возрасте бурными такими спортивными играми не занимаются. Из персонажей мультиков, допустим, «Незнайка на луне» — это «Знайка» в очках такой, деловой. Говорят, это правильно, это неправильно. Так вот надо, так нельзя. Вот у него такая мальвина в «Буратино», допустим, тоже. Как бы всех воспитывает, обучает. Там ходит, что вот это так, вот это сяк. Это вот первая категория людей. То есть ребёнок такой категории обычно в детстве не склонен к бурным играм. Он всегда спрашивает всех, хочет узнать, как правильно. Вот, а это правильно, а это правильно, а это вот так. Почемучка. То есть он много вопросов задаёт. А это почему? А это он во всём пытается разобраться. Иногда прямо видишь ярко выраженное проявление вот этой первой категории. Я разок на самолёт сел. Маленький мальчик, пять лет, сел с мамой вместе на сиденье рядом со мной. Он посмотрел в окно, говорит, «Мама, почему у прошлого самолёта винт был снаружи, а у этого запрятан внутрь?» В чём техническое различие? Пять лет ребёнка вообще представляю. Она ему начала рассказывать. Это турбинный самолёт, там был лопастной. Это зависит от движения воздушных потоков. Там воздушные потоки идут внутрь, как бы, турбины, и за счёт этого идёт движение. А как бы у того самолёта просто воздушные потоки стелятся вдоль самого самолёта. Поэтому даже форма самолётов отличается. Я много узнал, кстати. Сидел рядом. Маленький мальчик сидел такой, слушал. Начал потом задавать уточняющие вопросы. И так далее. Ну всё, разобрался в этом, потом успокоился. Говорит, хорошо, я понял. Пять лет уже. Это классический пример, что разум уже включен в таком детском возрасте, направленный на его развитие личности. Почему он включен, я сейчас объясню. Потому что есть разные системы воспитания. Есть система воспитания направлена на развитие ума. Ну и люди такие зашоренные получаются, очень информированные обо всём, но не знающие, что им делать и как жить. Или на развитие разума. Приведу пример. Ну, допустим, ваш ребёнок пришёл из школы, вы спрашиваете, какие оценки. Открываете дневник, смотрите по такому-то предмету, по математику плохая оценка. Там, допустим, по биологии плохая оценка. Вы говорите, всё, садитесь, учи биологию, математику. А, допустим, по литературе хорошая оценка. Он говорит, ну, литературу не надо учить, потому что у тебя хорошая оценка, лечи биологию, математику. Всё. Это означает, что вы не развиваете его разум. То есть вы делаете из него человека, который будет хорошо эрудированным, но ни за что не поймёт, чем в жизни заниматься. Потому что там, где хорошие оценки, там и находится предназначение человека. Там находится его разум, и поэтому этот ребёнок должен больше в часть времени заниматься тем предметом, который у него получается, а всё остальное надо делать понемножку и получать там плохие отметки, продолжать. И при этом как бы развиваться в ту сторону, где у тебя получается. И тогда это развитие идёт по типу горы. То есть есть вершина, это твоё предназначение, это твой цветок. Допустим, ты розовый цветок, жёлтым никогда не станешь. Сколько бы ты ни учил математику и биологию, ты никогда не сможешь там стать хорошим специалистом. Это всё у тебя будет забываться. Ты не мотивирован этим всем. У тебя нет там совершенно понимания, зачем тебе это надо в жизни. И в результате, когда подтягивается биология и математика, человек из стрелы превращается в такую тупую плоскость. Он много чего знает, но у него главного в жизни нет. Он срезает эту вершину. В результате, как бы, это почему опять же такое развитие получается, потому что мотивации родителей тоже разные. Одни родители хотят понять, что ребёнок хочет, что ему надо в жизни, что он хочет. А другие пытаются делать так, как они хотят. Они хотят, чтобы все хвалили ребёнка, естественно, чтобы он был отличником, ну, даже в глаза педагогам, как бы стыдно смотреть. Понимаете? А другие говорят, да мне всё равно стыдно мне смотреть или нет. Я хочу, чтобы мой ребёнок раскрылся в том, в чём он должен раскрыться. Всё. И идёт конфликт даже с преподавателями и таких родителей. Понимаете? Ну, то есть, и больше того, если уж говорить о развитии предназначения, надо знать, что там, где человек раскрывается, он должен ещё туда, там бескорыстным стать. Родители должны его вдохновлять на то, чтобы он в этом себя отдавал людям, а он как раз и склонен в этом себя отдавать людям. Ну, допустим, допустим, ему нравится литература, допустим. Ему говорят, а почему ты не пишешь стихи, а напиши стихи, прославляющие преподавателя, допустим, и так далее. И понеслась. А это как раз и то, что он уже делал много жизней до этого. И он начинает действовать согласно своей природе уже с детства, такой ребёнок. А когда его заставляют другие предметы учить, и не направляют, и чисто для отметки, то есть, ты не парься, какие стихи, зачем тебе стихи писать? Пятёрку получил? Всё. Гуляй. Иди гуляй. Всё. Пятёрку получил? Гуляй. То есть, мотивация какая идёт, корыстная. То есть, даже пусть по литературе. То есть, его надо, наоборот, от пятёрок убирать в сторону, а направлять на то, что раскроет его творческий потенциал, чтобы он что-то для людей делал в этой области. Я страшно сопротивлялся в институте. По своей природе такой человек очень упрямый. В основном делают то, что я сам понимаю. И в институте я не учил, не ходил на лекции. Я шёл в больницу лечить людей, студентов даже будучи. Пытался им помогать, чем мог. Вот что понимал, то и делал для людей. Подходил, спрашивал, что, какие проблемы, и пытался что-то делать для человека, лечить его конкретно. Понимаете, я чувствовал, что углубление в предметы, мне просто потеряет времени. Я до сих пор это чувствую. Я, например, мне не нужна фармакология, я никогда не буду назначать таблетки человеку. Я и не хотел это изучать. Я с трудом сдал эту фармакологию на троечку, вытянул. Понимаете, то есть идея в чём заключается? В том, что если у некоторых людей есть уже с детства очень чёткая нацеленность, они понимают, что им надо, ты их не свернёшь. Допустим, одна женщина ко мне говорит, а у меня, говорит, ребёнок Олег Геннадьевич, ну, вообще, как бы, дебил. Ну, такой, как бы, вообще, какой-то ненормальный. Я говорю, почему так считаете? Она говорит, да, он в школу не ходит. А чем он вообще занимается у вас? Ну, сборной Москвы по хоккею. Говорю, а сколько ему лет? Ну, оказывается, в юношескую сборную человек попал, ребёнок. Ну, просто игнорирует, как бы, маму, идёт своей дорогой. Всё. Это не дебил, это гений. Ну, если взять всех гениев, они очень плохо учились в школе, А потом они разворачивали, когда гора растёт, гора растёт, когда кверху, склоны какие становятся? Более широкие. Всё, что для горы надо, всё подтягивается дальше. Всё будет изучаться, всё, что для горы надо. Если ему надо, допустим, поступить в такой-то институт, с этим связан, а такие-то предметы, он точно их выучит, сто процентов. Это уже мотивация воли человека идёт. Понимаете, если он понял, что ему в жизни надо, у него миссия, цель есть, она рождает у человека волю, силу воли. Если он понял, что ему надо, сила воли заставляет его дальше всё это учить. Но если ему втуляют, как бы родители, это учить, к силу воли здесь никакой нет. Есть просто насилие. Здесь в Омске был один случай такой. У нас женщина пошла с цветами ко мне. Я говорю, стойте, и побежал к ней. Она от меня. Я говорю, вы же хотели мне цветы подарить. Она говорит, ну я же хотела сама подарить, а вы у меня их выхватываете. Я просто этим хотел показать, что вот этот процесс, что если мы насильно что-то, ну как бы человеку делаем, то получается противоположный результат. Он не вдохновляется уже сам это делать. Если мы насильно человеком совершаем, мы вдохновение разрушаем таким образом. Итак, в первой категории вот эти дети, они склонны постигать истину. Они пытаются понять, как правильно. Вот допустим, дети в футбол играют, он смотрит, как играют, и говорит, ну это неправильно. Надо вот так вот поставить команду, вот так вот всё сделать. Мы неправильно играем, футбол. Вот. Вот эта категория детей, она что бы ни делали, допустим, вот это первая категория. Вторая категория людей. Средний светофорчик сильнее всего работает. Средний. Верхний наполовину, нижний спит. Ну то есть, средний означает люди, общество. Общество. Этот человек с этой категорией, он очень сильно хочет влиять на общество. И знание ему тоже для этого нужно. То есть, его цель, ну, внутренняя, глубокая цель, такая, тайная цель, скрытая от него, это сделать правильную структуру социальную, сделать так, чтобы социум правильно жил. Вот такая категория. Они хотят, чтобы все было правильно, именно как, чтобы, ну, как бы, чтобы никто никого не обижал, чтобы все работало как хорошо, правильно. Но, здесь, понимаете, на первую, на вторую, на третью, на четвертую, четыре категории всегда может накладываться эгоизм. Допустим, на первую категорию эгоизм накладывается, человек хочет стать ученым. Он не хочет постичь истину, он хочет стать великим ученым. Его цель эгоистична по природе. Это значит, что он не сможет быть счастливым. Ну, то есть, он просто делает себе карьеру, или он хочет открытие какое-то сделать, чтобы было много денег. В этом случае он не достигнет счастья. То есть, он может достигнуть того, что он хочет, но, чтобы он в сердце счастливым был в деятельности, это уже невозможно. Потому что его предназначение в этом случае закрывается эгоизмом. Эгоизм это такая, как, знаете, ну, как пробка в, допустим, в трубе. Ее ставишь, вода уже не течет. Ну, то есть, она просачивается как-то, но вот, чтобы хороший поток был невозможен. То есть, эгоизм, когда мотивация не та, не бескорыстная, не любовь к людям, то движение энергии между людьми не идет. когда та мотивация, все счастливы становятся. Ты сделаешь хорошее что-то человеку, человек благодарен, эта благодарность тебе вдохновляет еще что-то сделать, идет энергия, движется. Но если у тебя мотивация из него что-то вытащить, из этого человека взять, он сопротивляется, энергия начинает тормозить. Ну, то есть, другими словами, если человек мотивирован неправильно, то его даже, он может в направлении своего предназначения действовать, но при этом развиваться будет плохо, и результат будет не такой счастливый для него. Он не будет как бы сильно себя раскручивать в этой деятельности, он скорее будет притормаживать. Хотя мотивация любая заставляет человека развиваться, без всякого сомнения. И так по второй природе люди, они рождаются совсем другими. Эти дети, вот если, допустим, первой природы, вот выражение лица ребенка, первой природы, ребенок такой. Все, изучает, смотрит. Обычно не вовлекается процесс, в стороне стоит, все смотрит. Что происходит? Ему интересно. Второй категории дети. Очень крутые с детства, ну, очень крутые такие. Взгляд начальника такой. С ним надо договариваться. Если первому категорию надо объяснить, он говорит, вот это вот так, вот так, вот так, поэтому вот так. Он говорит, ладно, я понял, все. И делает так, как ему сказали. Второй категории никаких приказов, никаких, никакого насилия, только уважительное обращение. Дядя Федор. Помните мультфильм «Дядя Федор»? То есть уже с детства это вторая категория, дядя Федор, начальник, главный, как бы, поэтому с ним надо обращаться очень аккуратно, уважительно, ему объяснять, что вот это так, к совести призывать хорошо. Говорит, ну дядя Федор, где же твоя совесть? Вот. И он тогда, да, согласен. Ему надо согласиться. Надо согласиться, что это так, тогда он сам будет делать как надо. Взгляд очень сильный, волевой, непреклонный, глаза не отводят эти, вот эти две категории детей, глаза, взгляд не отводят. Первая категория «Они смотрят, изучают, взгляд не отводят». Вторая «Они победят, побеждают взглядом». Ты смотришь на этого ребенка, он тебя хочет пересмотреть, он побеждает с самого детства. Вот. Ну то есть, дети второй категории, они в играх во всех всегда занимают всегда верх, пытаются занять верх. Если два ребенка этой категории в одной игре, то начинается война между ними. Кто побеждает, тот и главный. А второй или подчиняется и становится его адъютантом, тоже всем, как бы над всеми командует, но уже вдвоем. Или создает другую тусовку и сражается с этой. То есть, они всегда, как бы, вот эти второй категории люди, они всегда управляющие, это управляющие люди, которые управляют обществом, у них очень сильные амбиции. Амбиция означает чувство собственного достоинства или амбиции. это то, что дано человеку с прошлых жизней. Если человек сильно амбиции чувствует, он как бы хочет добиться чего-то в жизни, это значит, что он в прошлом когда-то уже этого добивался. Если человек не просто не удовлетворен тем, что все, как все живут, а хочет как-то по-другому, значит, он в прошлом уже это имел. Ну, то есть, у него уже есть как бы почему. Эта память, она живет. и амбиции, они не зря возникают у человека в жизни. Хоть амбиции это эгоизм, но тем не менее они сотканы из благочестия человека, из его добрых дел в прошлом. Амбиции человека сотканы из этого. Допустим, поддубный он никогда не проигрывал, знаете? Один раз он в жизни просто и так сделали, его как бы обманули и засудили ему поражение в борьбе. В результате он на время потерял рассудок. Он перестал воспринимать окружающий мир, то есть, это исторический факт. Причина, он просто не мог проигрывать. Он не мог, ну, он никогда, он не мог быть побежденным, просто не мог. Такова его как бы внутренняя сила. Таковы его амбиции. Он всегда только побеждал, никогда не проигрывал этот человек. Он до 50 лет занимался борьбой и даже с молодыми никогда никто не мог его победить. Нигде. Невозможно было. Почему? Потому что такова его природа. Природа его амбиции, то есть, у него огромная сила внутренней, чувство, собственно, достоинства такой силы, что никто не может его победить. Ярко выраженная вот эта категория вторая. Суворов точно так же никогда не проигрывал. Наполеон никогда не проигрывал. Знаете об этом? Даже когда он отступал, ни одно сражение он не проиграл Наполеон. Все сражения выигрывал. Даже когда он отступал. никто не мог его победить. Александр Македонский. То же самое. Ну, то есть, как бы, вот эти люди второй категории, их естественные качества, характеры. Храбрость, бесстрашие. Ничего не боятся. Кирпич взял, бросил ребенок. Представляете, ничего не боятся вообще. В него кирпич лечит, он нормально. Допустим, ему ударил кирпич, тоже нормально. Они не боятся боли, дети этой категории. Все равно, больно или нет, они не боятся боли. Не боятся боли, не боятся, ну, храбрость. И у девочек, кстати, у мальчиков эта категория храбрость. Потом девочки, когда взрослеют, половые гормоны начинают храбрость задавливать. А до 12 лет этой категории второй девочки, мальчики бесстрашные. Это их естественное свойство быть бесстрашными вот этой второй категории, дети. Только они, кстати, все остальные боятся. А вот этой категории бесстрашность это признак вот этой второй категории. Дальше гневливость или чувство, сильное чувство справедливости. Именно не как правильно, как в первой категории, а как я хочу. Надо, чтобы так вот было все. Неважно, правильно или нет, вот так вот делайте, как я хочу. Правильно, это уже другой вопрос или неправильно. Ему, конечно, тоже он хочет понять, как правильно. То есть эти люди вот этой вот категории, они также очень сильно склонны изучать, как социум устроен, они очень изучают социальные связи, законы, они очень сильно склонны к социальному поведению, они природно чувствуют, как вести себя достойно, они всегда соблюдают этикет в беседе, стараются вести себя культурно, очень сильно нацелены на то, чтобы быть как бы в элите общества и вести себя правильно. Такие люди изучают юриспуденцию обычно по природе, изучают, как все работает, какие законы, какие правила. Вот, если они хотят власти, а у них природное желание власти, это желание власти сильнее, чем желание служить людям, они становятся несчастными, но достигают высокого положения, то есть они могут быть начальством, правительством, но при этом счастья не будет нигде, потому что счастье такие люди достигают, если они становятся отцом для всех, заботятся о людях, помогают им в жизни, следят, и при этом это не отменяет то, что они могут защищать всех, могут как бы сражаться, то есть не отменяет их силу, власть, они наказывать могут людей правильно, то есть достойно наказывать, не насилие совершая над ними, а достойно наказывать. Они себя старшими считают самого рождения. Вот эти две категории людей себя старшими считают самого рождения. такая их природа, такие амбиции. Я не помню, мама мне рассказывала, что в детстве, когда мне было три с половиной года, мы ждали автобуса, там была остановка, такой городок уральский, небольшой, я там жил, Серов город, такой северный, небольшой городок, там редко ходили автобусы, мы стояли на остановке, и там еще стояла телега какая-то. Люди, много людей ждало автобус, мама меня поставила на телегу, я начал рассказывать стихи. Ну, такой деловой, рассказываю стихи. Целый час рассказывал стихи, все меня окружили, слушай, я рассказывал. Природа такая начала действовать уже в три года. Вот. Ну, то есть, это, природу никуда не денешь, вот она какая есть, у человека такая есть. Но она, мы можем не раскрыть ее в результате неправильного образования, и если человек сам не развивается как личность, тогда он не раскроет природу, потому что природа человека в разуме находится, это означает работа над собой, разум развивается, когда человек работает над собой. и так, следующий в категории людей, это когда первый центр, вот этот верхний, заснул, средний самый сильный, и нижний наполовину сильный. Это значит, что человек хочет, тоже, ну, как бы, его цель социум, он хочет социум, чтобы был наполненным, чтобы социум получил счастье. Но если первая категория считает, что людям нужно знание, вторая категория считает, что людям нужна нормальная жизнь, нормальное управление, чтобы все правильно было, законы правильные, хорошо все было, то третья категория людей считает, что людям нужно, чтобы они жили в достатке, чтобы у них все процветало. То есть их идея счастья людей это процветание, достаток, процветание. То есть первые Это ученые, второе – руководители, третьи – бизнесмены. Третья категория – это люди, которые с детства, они рождаются уже такими. У них взгляд, как они выглядят, такие дети, допустим, бизнесмены, как они выглядят. Они выглядят такими очень активными, жизнерадостными и увлеченными отношениями. Им нравится знакомиться, общаться и так далее. То есть они очень гиперактивные в социальном плане. То есть такие дети очень как бы, они такие, они как бы ищут отношения, знакомятся быстро. Щедрые в отношениях могут что-то для тебя сделать, очень хорошие такое, щедрые в отношениях. Но всегда они что-то коллекционируют. Они могут коллекционировать отношения, марки, значки. И всегда все эти три категории людей хотят быть центром внимания. Один всем рассказывает, как правильно, второй всеми командует, третий создают ватагу для того, чтобы что-то провернуть. Ну все эти дети, которые там постоянно шалят, как бы вот это вот, создают какие-то ситуации во дворе, ну сложные. Это третий категорий. У них от природы они дипломаты, то есть они могут договариваться со всеми. Они хитрые от природы, они знают точно, что им надо. Они знают, как всем объяснить что и как извлечь из этого свое. Вот то есть они как бы очень активные, общительные, хитрые и при этом щедрые. Они могут также не только брать, но также и отдавать. То есть через них очень сильно идут деньги через этих людей. То есть их природа это движение денег. То есть движение означает, что я отдаю, все радуются мне и дают мне назад. То есть они благодарны и дают мне назад, а я опять им отдаю. И при этом знаю, сколько мне нужно, чтобы чуть побольше, чтобы дальше двигать этим всем. Какой недостаток жадности? Если они становятся жадными, они теряют себя, теряют бизнес, как бы все рушит. И обман, жадность и обман. Вот эти две вещи разрушают человека этой категории. Третья, четвертая категория, нижний светофорчик самый активный, средний наполовину, верхний молчит. То есть нижний светофорчик означает, цель жизни это любить свой труд. Но это называется творческие люди. То есть люди, которые хотят делать любимое дело, что-то, чтобы это всем другим было. Это, допустим, Микеланджело, который там статуи делал красивые для всех. Это Пушкин, который стихи писал, как бы занимался любимым делом, всем нравилось. Это могут быть, допустим, врачи, которые любят лечить людей, допустим. То есть любые специальности. Смотрите, врач, допустим, первая категория. Это кто? Это преподаватель кафедры. Он учит, как лечить. Вторая категория управляющий, то это главврач. Третья категория. Это аптекарь, тот, кто продает лекарства, бизнесом занимается, сетевой маркетинг. Вот. И четвертая категория – это все врачи, которые лечат просто людей, занимаются любимым делом, помогают людям. Есть такое суеверие, что первая категория – самая лучшая, вторая на втором месте, третья и четвертая – самая плохая. Это бред. Все эти категории очень хорошие, все они самые лучшие. Кто из них может занимать самое высокое положение в обществе? Самое высокое положение в обществе может занимать любой из них, если он сильно развит. Допустим, врач, если развивается, становится мудрецом, становится наставником для всех. Он занимает самое высокое положение в обществе. Понимаете? Ну, допустим, он всю жизнь лечил людей, он там не зарабатывал, он сетевой маркетинг не строил, не командовал никем, ну, как бы книжки не писал по медицине. Просто лечил людей, стал мудрым человеком, начал, стал наставником. Все. Занял самое высокое положение в обществе. Ну, а если уж говорить о общественном устройстве, то лучше всего, если самое высокое положение в нем займут, священники или мудрецы, те, которые дают другим советы, как жить. На втором месте должны быть правители, на третьем – бизнесмены, и на четвертом – все остальные, которые хотят просто с радостью, с любовью трудиться. Если говорить не о их личном развитии, а о том, где они в социальной площадке должны стоять, в социуме, где они должны быть для эффективности работы самого общества. Опять же, допустим, взять правителей. Солдат – это правитель или нет, который всю жизнь просто хочет сражаться за Родину. Правитель? Да. 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 Да, я вам говорю. Я уже говорю, да. Да. То есть это правитель просто, он не так развит. Милиционер простой на дороге. Тоже, это из же категории правителей. Понимаете? Парикмахер, который постоянно всем рассказывает о том, как правильно жить. Это ученые по природе. Но это люди просто неразвитые, понимаете? То есть, ну, то есть, есть разные силы благочестия у людей. Если благочестия очень много, то человек становится ломоносовым. Ну, то есть ученым, который, как бы, там, возглавляет науку вообще в этом мире. Понимаете, а если благочестия мало, он, как бы, может, не так много жизни уже этому посвятил, то тогда он просто парикмахер, который учит людей жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть ученый, это не означает, что он будет только ученым. Он может быть кем угодно, любая специальность, просто все зависит от развития. Допустим, директор завода и солдат простой, это одна и та же категория людей. Они все занимаются устройством общества, участвуют в управлении, защищают родину. Это все одна категория людей. Разница в развитии человека, в развитии. Одни развиты сильнее, другие меньше. Можно ли парикмахеру развиться до Ломоносова за одну жизнь? Невозможно. Невозможно. Это зависит от количества благочестия. Оно сразу сравнивается с озером. Вот в сердце у каждого человека свое озеро. Это озеро благочестия. Если сильное с детства, человек с детства уже лидер. Видно по нему, что это лидер. В древней культуре распознавали очень быстро лидеров. Их выделяли и давали им другое образование. Этих детей сразу видно. Они очень сильно отличаются от всех. Даже внешне. От них исходит сила. Вот если, допустим, сюда сейчас зайдет на лекцию человеку, у которого очень много благочестия, он по природе руководитель. Он зайдет сюда и все пригнутся сразу. Даже те, которые его не видят. Ну то есть у него одна огромная сила власти. То есть он зайдет, посмотрит, что здесь такое происходит. Даже, может быть, он не имеет никакого положения в Омске. Он просто зайдет, и все пригнутся. Потому что такова сила исходит от этого человека. Ну просто я вам как бы говорю о том, что эти люди видны. Они из самого детства. Поэтому в древней культуре их отсеивали и как бы особое образование им давали, более серьезное, чтобы они потом лидерами общества стали. Невозможно человеку просто стать лидером общества, если у него это озеро при рождении маленькое. Он может в какой-то степени его расширить в течение, допустим, жизни. Но чтобы прямо сделать так его таким большим, чтобы взлететь наверх, это нереально. Невозможно просто. У каждого человека есть свои возможности в жизни. У кого-то меньше, у кого-то больше. Все зависит от его прошлых накоплений, которые были в его прошлых жизнях. Третья категория. Люди по природе, если они развитые, то они склонны очень сильно увлекающейся натурой четвертой. Склонны заниматься любимой деятельностью. Они по природе склонны подчиняться. То есть они не сильно амбиции свои какие-то там. Они как бы им дают возможность любимым делом заниматься и все. Они никого не трогают. Их никто не трогает. Они очень сильно увлечены делом своим. Социальные. Они не любят сильно каких-то социальных высот каких-то. Им не нравится. Они скромные по природе люди. Они склонны подчиняться, склонны любимым делом заниматься. И как бы для них эта мотивация, вот эти две мотивации являются самыми главными. Они трудолюбивые люди по природе. И так далее. Давайте теперь отойдем от объяснения вот этой вот идеи, предназначения человека и вернемся в самое начало. Человек выучился в школе. Он как бы выучился в институте. Ему надо чем-то заниматься. Ему нравится какая-то деятельность. Он испытывает одни счастья. Вот. И он говорит, я только этим хочу заниматься. Вот только этим хочу заниматься. Но при этом он начинает этим заниматься. Денег нет. И ему, он никому не нужен в этой деятельности. Почему никому не нужен? Он начинает это делать. Ему говорят, слушай, делай немножко по-другому. Вот нам надо, чтобы ты это делал так. Он говорит, нет, я буду делать только так. Потому что мне так нравится. А вот как вы хотите, чтобы я делал, я делать не буду, потому что мне так не нравится. Этот человек не может себе найти работу. У него есть, ему нравится что-то. Он очень сильно увлечен чем-то в жизни. Но работать нигде он не может по этой деятельности. Это называется хобби. Запомнили? Этот человек на самом деле не развит для того, чтобы работать вообще. И этот человек не должен заниматься деятельностью, которая ему нравится в данном случае. Потому что он будет просто зря терять время. Он сто процентов ни себе не поможет, ни другим. Потому что есть второй уровень развития Личности. Это всё зависит от развития Личности, от силы разума. Чем сильнее разум, чем бескорыстнее человек. Сила и чистота разума влияют на это, на всё. Понимаете? Человек должен стать разумным, развиться как Личность. Поэтому какой совет такому человеку? Допустим, парень ко мне подходит. «Олег Геннадьевич, не могу найти работу». Я говорю, точно не можете найти. Он говорит, ну как бы есть работа разная, но мне всё это не нравится. Я хочу делать то, что мне нравится. Ну а ты знаешь, что тебе нравится? Я знаю, что мне нравится. А почему не делаешь это? Никому не надо. Так, как я хочу делать. И какой ему совет я даю? Я говорю, иди работать. Где от тебя видят пользу? Где чувствуют, что ты приносишь пользу? Человек уже к этому времени должен знать, пока он выучился там. Он уже должен знать, где от него... И он говорит, и что? Я говорю, и просто там работай. Сколько? Не меньше трёх лет. Зачем? Денег мало, неинтересно. Я ему объясняю. Для того, чтобы ты раскрылся как Личность. Для того, чтобы ты научился делать что-то не для себя. И так... Чё, это действительно надо так? Я говорю, да, действительно надо так. И что, по-другому никак? Я говорю, по-другому никак. Он говорит, Олег Геннадьевич, а я вот одну работу меняю, вторую, третью, четвёртую, не могу никак остановиться. Почему? Я говорю, а потому что ты хочешь делать то, что тебе нравится только. Ты не хочешь делать никому ничего. А как мне научиться делать то, что другим нравится, а не мне? Для этого тебе надо найти работу, которая... Просто... Ну, люди считают, что ты там полезен. И работать там не меньше трёх лет. И он такой... Опять то же самое. Зачем? Для того, чтобы ты стал человеком. Для того, чтобы ты научился делать то, что от тебя требуется. Для того, чтобы ты оторвался от себя. Для того, чтобы ты стал более-менее человеком, который понимает, что надо делать что-то не для себя в этой жизни, а для других. Вот для этого надо там мучиться не меньше трёх лет мужчине. Там, где ты эффективен, а не там, где тебе нравится. А если я буду всё-таки искать любимую работу, то ты будешь её искать всю жизнь. И не найдёшь. Чудес не бывает? Нет, не бывает. Итак, хобби — это закрытая зона. Там нет никакого счастья. На самом деле, это просто иллюзия. Это то, что манит человека в жизни. Ему кажется, что это есть то, что надо. Но так как этому никому не надо, поэтому ничего не получится. Чем хобби от предназначения отличается? Когда человек занимается своим предназначением, забывает про себя. Ему, если спросить, тебе это нравится, он скажет, неважно, важно, что людям помогает. Всё. Вот это значит, что человек занимается. И он, конечно, в глубине удовлетворён. Он говорит, удовлетворён. Как примерно выглядит... А, кстати, у меня шнурак нету, да? Не будет шнурак, чтобы музыку включать. Не продумали? Эх, второй микрофон тогда давать. Завтра надо шнур. У меня же постоянно с компьютера музыка играет. Забыли? Ага. Как выглядит человек, который вот раскрыл себя, нашёл своё предназначение? Слышно, нет? Вам слышно? Не, не слышно. Мне даже не слышно. Можете громче сделать? Раз, два, три. Не, не пойдёт. Как Марк Бернес, я не смогу. Я поэтому сам не пою, что я хочу, чтобы вы послушали, как он поёт. Мне нужна музыка. В конце у нас будет настрой. Там я желаю всем счастья. Тоже музыка. Ребята, не подготовлены лекции, нет. Как бы у вас оборудования не хватает для того, чтобы мы сейчас смогли всё провести. У вас ещё есть время. Что-то делайте. Итак, этот человек очень глубоко понимает, что такое жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы ты лучше стала. То есть он радуется своей работе. Мне немало дано жизнь земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. То есть он, видите, он любит людей, он любит дружбу. Вот. В свете каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Он не потому счастлив, что там денег много или власть. Как я счастлив отдавать себя людям. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Ну, то есть, ну, этот человек, то есть он наполнен со всех сторон. Ему нравится земля, природа. Ему нравятся люди. Ему нравится труд. Ему нравится дружба. Понимаете? То есть он постоянно себя отдаёт, жертвует. Сильная личность. Наполнен жизнью. Поэтому он счастливым. Чувствует себя счастливым. Такой человек. Итак. Если говорить о человеке, который развился на уровне хобби. Вот у него развитие на уровне хобби, если у человека. То в этом случае, как он выглядит, такой человек? То есть он обычно не сильно напрягается в жизни. У него нет глубоких отношений ни с кем. Он увлечён чем-то. Ему интересно. Он как бы чем-то увлекается. Ему нравится что-то делать. Есть ещё ниже. Понимаете? Хобби — это уже хорошо. Потому что есть люди, которым нравится только есть, спать и сексом заниматься. Понимаете? И просто балдеть. А есть такая работа, чтобы я танцевал, допустим, там, балдел. Кушал, допустим. Есть такой труд, чтобы... Мне было так хорошо, чтобы... И деньги при этом ещё давали. Ну, даже ты там, если ты там, допустим, на Билайн, там, живи на светлой стороне, ты показал, как бы, всем, что такое светлая сторона. Ты там стоишь с телефоном, там, позируешь. Даже здесь надо для людей это делать, а не для себя. Иначе никому твоё позирование не понравится. Видите, даже если ты ничего не делаешь, только показываешь светлую сторону, всё равно надо здесь как-то это делать, чтобы людям было счастье, чтобы счастье они испытывали от этого. Это тоже непросто, на самом деле. Итак, хобби означает, человек, как бы, он не сильно напрягается в жизни. То есть он просто вот живёт, как бы, нормально. То есть я живу, не парюсь. Нравится, как я живу, так и мне нравится. То есть он не сильно, как бы, аскетирует, не сильно напрягается. И такой он, как бы, балдеет. Он такой, балдёжный стиль жизни такой. Всё нормально там, типа, ну, чё. На работе, допустим, он говорит, ну, чё ты, давай работай. Ему старший говорит, чё ты ходишь, балдеешь. Он говорит, да я работаю, всё хорошо, улыбается. Вот. Я занимаюсь, мне нравится, как мне нравится, так и работаю. Ну, чё ты, вы ко мне пристали? Говорит, надо быстрее, у нас план есть. Ну и что? То есть у него по барабану есть у вас план или не есть. Ну, то есть он просто живёт, как ему нравится, и всё. Это вот уровень хобби. Но он внутри, в сердце не удовлетворён такой человек. Ещё ниже уровень, это вообще, как бы, если бы у меня был микрофон, это музыка, я бы вам сейчас показал. У меня там песни есть на эту тему. Не, не слышно. Слышно? Может быть, акустика в зале сильная такая, что... Ну, хорошо. Сейчас скажете, слышно или нет. Звук максимальный. А, у меня ещё звук слабый. Всё. Он ждёт себе лениво, Пусть он не любит, Хочет себе там красиво, Без соседей просто так. На работе он забойный, Постучит вверх, но Но он, наконец, в работе, И пора лезть с темной. Сколько что-то недостерега, Я не раз его встречал, Он похож на человека, С человеком он не стал. Ах, ах, ах! Ленив, не разбужен, Ускорять не любит шаг. Видите, он вроде бы всем нужен, Но особо никому не нужен. Ну, то есть, одинокие люди. Вот. Он ленив и не разбужен, Ускорять не любит шаг. Как бы... На работе он в заботе, Постучать по домино. А когда конец работе, То пора идти в кино. Это ниже вот этих четырёх категорий. Если человек хобби, До уровня хобби развился, Это значит, Его разум уже включён. То есть, этот человек Любит что-то делать, Но он любит что-то делать для себя. А если разум совсем не включён, То есть, человек вообще ничего не любит делать, Кроме как есть, спать и балдеть. Это значит, что у него вообще разум по нулям В плане деятельности. То есть, у него разум не работает вообще. То есть, он... Этот человек совсем не развит как личность. И что советовать таким людям? Развиваться как личность. Надо научиться что-то делать для других. И это с детства, кстати, Надо учить детей этому. Иди, посади деревце. Иди, накорми там кого-нибудь. Иди что-нибудь ещё сделай. Сделай так, чтобы люди были счастливы. Если ты как бы этого не хочешь делать, Тогда будешь ленив и неразбужен. Будешь несчастным по факту. Но особо никому. То есть, вроде бы он всем нужен, Но особо никому. Потому что он для кого ничего делать не хочет. Следующая категория людей. Более развитые. Более развитое сознание. Таких людей не так много. Таких не так много. На уровне вот этого ниже всех. Как бы ниже хобби. Таких людей очень мало. На уровне хобби тоже не так много людей. В основном студенты. После института. Они там что-то хотят. У них какая-то мечта внутри. Они пытаются что-то делать. Но ничего не получается. Мы их называем космонавты у нас. Космонавты. То есть, приходят, что-то свое гнут. На самом деле, в полете находятся. Делать ничего не хотят. То, что надо. Кто из вас работодатель? У кого есть сотрудники? Есть такие люди? Космонавты, понимаете, кто такие? Вот они как бы на своей волне. То есть, у них там что-то свое. Они вам доказывают, что так лучше. Как бы у них своя тема, как им жить. Им нравится что-то делать, но не то, что надо на работе. Это хобби. Вот этот уровень хобби. Вот. Дальше. Следующая категория людей. Слушайте внимательно. Человек начинает понимать, что у него получается в жизни делать. Он это начинает понимать. Чувствует, что у него получается. И ставит на этом ставку в жизни. Он думает, вот я буду на этом зарабатывать деньги. Вот у меня это получается. Все, я это буду делать. Начинает, пытается на этом зарабатывать деньги. Такие люди очень сильно отличаются от хобби. Очень сильно отличаются. Они очень напряжены. Упахиваются целыми днями. Напряжены, потому что они устают на работе очень сильно. Им работать очень тяжело. Это всегда приносит аскезу, страдания. Они напряжены, раздражительны. Часто курят или выпивают. Причина, почему они курят и выпивают, потому что они очень напряжены. Устают на работе. Им надо как-то снимать напряжение. Или они после работы должны посмотреть какой-то трейлер там. Или еще что-нибудь такое. Пойти в парк там, чтобы покрутило как-то вверх-вниз. Вот в стороны, чтобы снять это напряжение. Там какой-то стресс должен быть. Или, допустим, надо поиграть. Что-то там. Прийти домой. Там... Ну что-то такое активное должно быть, чтобы снять напряжение. То есть человек такой очень тяжело трудится. И потом, чтобы вот это вот психическое напряжение снять, он это делает или плохими методами совсем. Это выпивка сигареты, кофе. Или средней как бы степени тяжести. Это всякие там компьютерные игры, телевизор, карты. Или хорошими способами. То есть он, допустим, приходит домой, пробежку сделал по улице. Там зарядку сделал. На природе как-то размялся. Ему легче стало. Теперь, можно ли вот взять и выкинуть из жизни эту стадию развития? Нет, нельзя. Потому что человек не знает, где он может быть счастлив в труде и приносить пользу. У него нет миссии в жизни. Он еще не знает, куда свою жизнь направить. Но ему нужны деньги, у него семья, ему надо как-то выживать. И у него есть способности у такого человека. И чаще всего люди получают образование по способностям. Вы знаете об этом? Не по своему предназначению. По способностям. Потому что предназначение надо еще раскрыть. А понимаете, если оно не раскрыто, то и не поймешь. Вот как определить, какая у меня природа из этих четырех? Очень сложно. Просто по характеру. Ну, допустим, я люблю командовать. Ну, хорошо. Замечательно. У меня природа руководителя. Я иду и открываю свою фирму. И дальше что будет? Да ничего не будет. Ничего хорошего. Кого бы ты ни брал, все от тебя будут разбегаться, потому что ты будешь всех прессовать, гонять, орать на них. И все. И то есть люди все просто уставать, уходить будут. И все. Ты не сможешь быть руководителем. Потому что у тебя нет качеств для этого. Люди к тебе не тянутся. Как определить, что руководитель может быть руководителем? У него уже есть вокруг него люди, которые хотят с ним работать. Уже есть команда, которые его уважают. Он для них старший. Он может им сказать, они будут слушаться. Это значит, что он уже созрел быть руководителем. Или человек бизнесмен по природе. Он разберет большую. О, я бизнесмен. Легинач сказал, я бизнесмен. Замечательно. Большую кучу денег берет, допустим, в долг. И бизнес открывает. И его там облапоушили. Все, деньги все потерял. Вот ты бизнесмен. Понимаете, чтобы... Чтоб музыкантом быть. Ведь надо в наумении. Ну, то есть, человек должен сначала как личность развиться. То есть, он должен... Если ты бизнесмен, ты должен проницательным быть. Это качество, характер, проницательность. Должен знать, то тебя обманывает, то нет. Запах должен быть, где возможность развиться. Хорошее понимание, как движется бизнес, как его развивать. Отработать технологические процессы, если это производство. Много всего, как бы, что человек должен понимать, прежде чем объединять вокруг себя людей. Это развитие личности называется. То есть, поэтому, когда человек просто идет и работает там, где у него получается, это нормально. Нормально, отлично. Как сделать так, чтобы я стал счастливым в деятельности, чтобы у меня миссия была, свое дело там и все прочее. Как это сделать? Развивайся как личность. У тебя, когда свободное время есть, ты не в домино стучи, там, не в карты играй, а иди, молись, аскезы совершай, постись, спортом занимайся. Есть разные стадии развития личности. Сначала человек развивается просто, что-то делая со своим телом. То есть, он постится, спортом занимается, бегает там, физкультура. Это самая первая стадия развития личности. Потом дальше идет режим дня, соблюдение режима дня, правильное питание, изучение, как правильно жить. И постепенно человек доходит до изучения священных писаний, до молитвы там и так далее. Это более уже высокие стадии развития человека. И когда проявляется предназначение человека, когда раскрывается разум человека, предназначение проявляется в тот момент, когда человек начинает владеть собой. Ну, то есть, он бросает вредные привычки, он соблюдает режим дня, у него появляется сила воли достигать чего-то, чего он ставит, какие-то цели в жизни. И в это время он начинает что-то делать для других, что-то делать. И вот точно так же, как ребенок начинает ходить, он постепенно понимает, как ходить. Так и человек, который просто хочет как-то помогать людям, постепенно начинает понимать, где у него это получается лучше. И вот с этого момента он может уже начать действовать по своей природе, но не зарабатывать еще. Потому что зарабатывать что-то по своей природе, нужно для этого иметь очень большую уже развитость. Поэтому переход от деятельности по способностям до предназначения человека, переход не постепенный, а скорее наоборот. То есть, человек продолжает заниматься деятельностью, которая дает ему деньги, и при этом развивается как личность. Придет время, и он сделает шаг вниз, то есть у него зарплаты будут меньше однозначно, но он будет бесконечно счастлив в этой деятельности. Приведу пример. Один мужчина, ну это как бы не классический пример, но он показывает, в чем разница между способностями и предназначением. Один мужчина в Краснодаре меня подвозил в аэропорт, когда я там еще не жил, как бы я там читал лекции. И у нас завелась беседа, по дороге он рассказал, что он как бы, ну, он жил где-то то ли в Грузии, то ли в Армении, такой восточного склада человек. И он обучал детей, ему очень нравилось. Он был счастлив, обучая людей просто бесконечно. Но когда наступил кризис там 94-го года в стране, ему не хватило денег, просто преподаватели стали нищими, ему не хватило денег, и он решил делать шубы, шить шубы и продавать. И вот прошло, там сколько, 10 лет после этого, это был где-то 2004 год где-то, и он 10 лет шьет эти шубы, и он говорит, моя мечта такая, я хочу найти управляющего, давать ему хорошую зарплату, чтобы весь процесс он как бы полностью понимал, как это все делать, ну, там небольшое производство свое. Он говорит, и пойти учить детей. Ну, то есть, неважно, будут у меня деньги или нет, я хочу это делать, потому что я испытываю огромное счастье от того, что я это делаю. Ну, то есть, видите, у человека уже понимает свою природу, но денег зарабатывать на этом он не может. Поэтому он не перескочил, он по способностям действует, но при этом уже начал потихоньку заниматься деятельностью по своей природе, испытывать счастье. Как дополнительная деятельность, он переходит к ней дополнительно, как дополнительная деятельность, а потом этот для него может стать уже основной. Она сначала, предназначение человека не дает ему много денег сначала, а потом это может произойти взрыв. Ну, то есть, потом он может очень сильно развиться в этом и стать очень успешным. Потому что там, где находится предназначение человека, там находится его воля, там находится его понимание, там находятся его естественные способности, там находится его миссия в жизни, чего бы он свою жизнь хотел отдать. Жизнь человек в этом хочет отдать свою, представляете? Некоторые хирурги, они до последнего стоят возле хирургического стола и падают уже там насмерть. Ну как бы жизнь люди отдают для того, чтобы лечить людей просто. Ну как пример просто. Эта тема, хоть и кажется простой, на самом деле очень сложная. Поэтому я вам в целом как бы, ну и последнюю стадию развития даже нет смысла обсуждать. То есть когда человек уже имеет высшее понимание вещей, то есть он мудрец, он абсолютно развитая личность, тогда он может отойти от дел, просто всех обучать. Он становится дающим знания человеку, развивающим других, перестает заниматься своей деятельностью. Вот у нас микрофончик. Спрашивайте только по этой теме. Тема предназначения человека. Другие темы не обсуждаем сегодня. А про женщин? Давайте сейчас мы вот это обсудим, потом будем про женщин говорить. Это для мужчин и женщин одинаково, то, что я обсудил сейчас. Ну потом, чуть-чуть попозже, сейчас мы обсудим. Просто все устали уже меня слушать, сейчас немножко у нас интерактив пойдет. Вопросы? Ну вот мужчина, давайте вот вопросы. Двери открыты. Там вот тут, там дверь плохо открыта, надо открыть получше. Ага. Слушайте, хотел спросить, что разум развивается каким-то практическим знанием? Вот смотрите, смотрите. Разум — это зона воли человека и победы над собой. Ну допустим, если вы узнали что-то практическое, допустим, как построить дом, разум от этого не развивается. Разум развиваться будет, когда вы начнете строить дом. Разум — это есть три типа действия. Есть действие в уме, есть действие. Ну то есть человек, как бы, действие будет в уме. Он сочиняет стихи, допустим. В это время развивается разум. Или, допустим, действие с звуком. Ну то есть действие речью. Не то, что человек кого-то материт, допустим, разум у него развивается. А он с помощью звука побеждает судьбу. То есть он молится, допустим, я желаю всем счастья, прощения просит, прощает. То есть всегда, когда развивается разум, совершается аскеза. Человек делает то, что ему неприятно, но несет благо другим. В это время развивается разум. И третий способ развивать разум — это действие телом. Ну то есть человек садит дерево, допустим. Я, допустим, был в Перми. Один парень провожал меня на лекцию. И он говорит, я посадил 4000 кедров. Накопил деньги на это. Взял, как бы, семена, посадил эти кедры и дождался, как они проклюнутся, и все, как бы, вот весь процесс. Сейчас они растут. 4000 кедров посадил. Сам специально взял место там в лесничестве. И вот сейчас он говорит, я чувствую, что вот эти деревья, которые будут расти, это часть моей судьбы. Я приду туда через 10 лет и увижу, что вот все эти живые существа, благодаря моим усилиям, они живут сейчас. Представляете? У него была такая вот идея, просто посадить 4000 кедров. И эта идея сделала его очень глубоким и счастливым. Он стал наполненным внутри. Не то, что он хочет прирост в лесничестве сделать, как бы, он наполнился чувством счастья от того, что он дал кому-то жизнь. Он говорит, я просто это сделал, потому что я боюсь, что моя жизнь вот пройдет, и я никакой пользы никому ничего не принесу. Я вот взял, просто принес пользу хотя бы этим деревьям. Ну вот, понимаете, о чем я говорю сейчас? То есть, не важно, что человек будет делать, важно тоже его мотивы. Мотив вот такой, счастье другим принести, какое-то счастье кому-то принести. От этого развивается разум. Просто так, ты, допустим, там играешь в компьютерный... Вот смотрите, пример. Ты, допустим, учишься боевым действиям. Компьютерные игры, там танки, там стрельба, туда-сюда. Значит ли это, что когда ты попадешь в окопу, ты станешь ученым, как воевать? Нет. Потому что у тебя нет качеств. Ты не сможешь вылезти из окопы, ты не сможешь взять винтовку, у тебя нет мотивации сражаться за родину, ты не знаешь, что такое родина. Ты вообще ничего не знаешь, и при этом у тебя есть понимание, как там работает система, почему, откуда что летает там. Ну и что от этого меняется? Ты не сможешь ничего сделать. Ты знаешь, как проходит техника голодания, допустим. Ты четко понимаешь, как выходить из голодания, как входить, как тебе голодать. Ты прекрасно все понимаешь. Но когда ты начинаешь голодать, ты заканчиваешь это через 5 минут. Почему? Потому что разум слабый. Разум слабый, не способный терпеть голод. Терпеть — это функция разума. Побеждать — это функция разума. Храбрость — это функция разума. Способность отказываться от чего — это функция разума. Жертвовать себя — функция разума. Всё это означает действие. Поэтому только в действии развивается разум. Только в действии. Нет вариантов других. Причём есть мужской разум, есть женский разум. Допустим, храбрость. Нужна ли женщине храбрость? Женщине нужна нежность. Даже просто выйти замуж с женщиной, если вы о женщине. Говорят, Олег Геннадьевич, что я о женщине? Хорошо, о женщине. Даже просто выйти замуж нужна сила разума. У меня одна девушка в этом, в Астане, спросила. Говорит, Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж. Что делать? Я объясняю. Чтобы выйти замуж, нужно сбить какого-то мужика с ног. Она говорит, как сбить с ног? Я говорю, объясняю. Понимаете, есть два вида красоты женской. Один вид красоты – это внешне. Когда накрасилась, там сбилась с ног, там понравилась, красивая очень. Вот эта красота не делает так, чтобы мужики и женились. Эта внешняя красота, вот когда накрасилась, она привлекает мужчину наслаждаться женщиной, тащить ее в постель. Есть другой вид красоты, когда женщина служит всем, заботится обо всех, радуется всем, любит всем. У нее много подружек, и вовсе ее все любят, она всех любит, обо всем их заботится как бы. И при этом она это все старается делать бескорыстно, и тогда у нее крепнет ее женское чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства – это то в человеке, на что садится сила, человеческая сила. А только сильный человек способен жить так, чтобы он получал то, что ему нужно в жизни. Пусть им девушки любой нужно замуж. Как сделать так, чтобы быть сильной? Надо заботиться обо всех так, чтобы ты чувствовал удовлетворение от своей жизни. Вот прошел день, и ты чувствуешь, что все счастливы вокруг меня. Я всех сделала счастливыми. Когда девушка так живет, она делает всех счастливыми, она становится самодостаточной и очень сильной внутри. Вот эта внутренняя сила называется красота тоже. И она такая самодостаточная девушка такая, у нее много силы. Ей парни нужны, ей так хорошо, она чувствует счастье внутри себя, она такая самодостаточная. и у нее накопится эта сила. И она так раз... И пошла, отвернулась и пошла. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Пелагея моя! Или кто там? Неважно. Или как? Веренее? Даже если Пелагея выйдет, сделает то же самое, я думаю, будет такой же результат. Это уже технические отличия. А идея главная в чем заключается? Что надо так действовать, такой разум сильный сделать, женский, чтобы ты о всех заботилась, сделала всех счастливыми, чтобы у тебя чувство, собственно, достоинства стало таким сильным, чтобы когда на тебя парни смотрят, чтобы у них рвало крышу. И тогда ты выйдешь замуж. У тебя будут предложения, ты будешь из них выбирать, смотреть, советоваться со старшими. Мне больше подходит. Если же ты ничего не делаешь, у тебя чувство, собственно, достоинство слабое, несчастное такое, замуж никогда не выйдешь, потому что такая никому не нужна. Видите, разум, я говорю о разуме, то есть разум — это сила в человеке. Есть женская сила, есть мужская, и она дает возможность достигать цели, сила в человеке. Поэтому человек должен стать сильным, женщина по-женски сильная, мужчина по-мужски. Чувство собственного достоинства невозможно сымитировать. Если девушки сейчас пойдут вот так вот, а нету там ничего внутри, то это будет просто цирк, и все. Надо такой стать сильной просто, стать девушкой сильной очень, в сердце. Какие еще вопросы? — Чем вы занимаетесь сейчас? — Тихо, 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 мои хорошие, мы серьезно беседуем. — Вам все это нравится? Вам интересно все, что вы делаете? — Ну, я как-то приметаю, ну, как и нет, интересно, а потом уже интересно будет вот так вот мозг направить. Вот смотрите, вам надо просто застыть в одной деятельности, неважно в какой. Вот любой, где чуть-чуть побольше денег, застыньте там. Вам и мозг свой направить никак не получится. Вам надо просто терпеть, заставить себя застыть в какой-то деятельности, в одной. И если вы застынете, то вы сможете перескочить на вторую стадию, которая называется способности. То есть вы будете чувствовать силу в себе, что-то делать одно, и при этом зарабатывать деньги и так вот жить. И потом дальше, когда вы будете работать над собой, у вас появится способность внутренняя почувствовать миссию, чем вы должны заниматься. Понимаете? То есть сейчас надо вот с этапа, хобби, когда вас несет одно, второе, третье. Вы должны перескочить, застыть просто где-то, неважно где. Это очень большая аскеза. Если вы это сделаете, сначала будет невыносимо в течение где-то месяцев восемь. Потом вы привыкнете, и потом вам станет хорошо в сердце. Вы почувствуете, что вы стабилизировались. Вам работать там будет тяжело, так и останется, а жить станет хорошо. Знаете почему? Потому что вы почувствуете себя человеком. почувствовать, что вы стабилизировались, вы стали крепче, у вас появилось, ну, чувство такое внутри, что все нормально у вас, вы никуда не прыгаете. Параллельно вы можете чем-то интересоваться, заниматься в свободное время, но работать в одном месте. Когда оттуда перескакивать, я вам скажу. Когда вы почувствуете, где работать эффективнее для вас и больше денег, вы перепрыгиваете туда и застываете опять на три года. Ну, то есть, не значит, что вы уже свое предназначение нашли. Нет. Это значит, что вы стали еще сильнее понимать свои способности. Ну, то есть, вы как бы утвердились на этой деятельности, стали сильнее способности и работаете над собой. Аскезы там, закаливание, зарядка там, в свободное время там, отжимания, приседания, ну, что вам нравится. Потом, режим дня, будете пытаться соблюдать, правильное питание, отказ от вредных привычек. Так, работайте над собой. Потом, помощь кому-то людям, что-то делайте для людей, начните что-то заботиться, помогать, делать бескорыстные какие-то вещи. И вот с этого момента начинается уже ваша способность понять свою миссию. Что бы вы для людей могли делать, что бы сердце радовалось и при этом следствия были и все остальное. И что-то расстроились, нет? Да? Я же с вами разговаривал все это. Вам рассказывал, что делать. Спасибо. Ты просто в любой очереди ее засылаешь или как? Да. Но выберите, что получше, финансово чисто. Чисто по деньгам. Не что вам больше нравится, а чисто по деньгам, что получше. Потому что пока вы не сможете понять свою природу. Я знаю вашу природу. Могу вам сказать. В прошлом году. Что он сказал? Я знаю твою природу, но не скажу. Я знаю, что ты не можешь вырубить. Вы руководитель по природе. Руководитель. Не проявлена природа. Вы не сможете сейчас никем руководить. Это невозможно. Не сможете. Развивайтесь дальше. Развивайтесь. Так, еще кто по этой теме вопросы есть? Еще вот мужчина давайте. Вот вы. Сначала вы. Вам потом тоже дам. А он сам решает. Видите, у нас он сам решает. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня просьба, когда мужчины разговаривают, не смейтесь. Они стеснятся, начинают. Олег Геннадьевич, посмотрите. Я сейчас занятся спирм-маркетингом. Для меня это важно. Мне это интересно. Да. Я пытаюсь сказать директорам, как же пытаюсь что-то принести для людей. Все говорят, это не мои. Это не для этих людей. Кто? Кто? Кто говорит? Со стороны людей, которые приходят и смотрят. А откуда у них знание, что ваше это или не ваше? Вот. Не знаю. Это так вот. Все пытаются в эту воду. Это ваше 100%. Да? Да. Что я хотел слушать? Спасибо. Да, и больше того, это ваша природа, то есть это деятельность, это не хобби, не способности, это ваша природа этим заниматься. И поэтому у вас не будет сразу получаться. Но вы будете чувствовать миссию в этом свою, и потом дальше у вас все станет сильно очень со временем. то есть в этом деле как раз я благодаря это делу, я стал вас случайно смотреть чаще. Мантры слушать. Как когда я вообще не слушал, для меня это было дико слушать мантры, как я сам слушал рог тяжелых, я конечно слушаю, я стал понимать, слышать. То есть это дает развитие. Видите, он рассказывает, как он пришел к тому, что свою природу почувствовал. Начал работать над собой. Человек не может свою природу почувствовать, если он не может оторваться просто работа, дом, телевизор. Вот он живет механической жизнью вот этой. У него нет ранних подъемов, у него нет постов, там еще чего-то. У него есть просто вот то, что нужно в жизни и то, что хочется. Работа, дом, там, да? Я так считаю тоже, конечно. Сто процентов. Здравствуйте, Игорь Ильич. Я по образованию была и работала, потом ушел в Терриет. Сейчас я с вами не работаю, но занимаюсь английским музыком, и в Террии самому и в Террии самому музыку, что ему очень нравится. Вот, я думаю, в Союзе потом устраивается на официальную работу, как все говорят, надо сказать. Давайте я вот сейчас мужчине дам слово, а с вами мы будем общаться после того, как я женскую тему раскрою. что она, вот сейчас вот сейчас ее придет с вами, что когда говорите, раскрывать ее, а это, ну, как бы дополнительная серьезная беседа. у вас не схожа, у вас другая ситуация. Ну, сейчас вы увидите, что другая, говорите, да. Это дело, как бы, по-самому готов, приносит, но после того, как я стал интересоваться этой историей, я через из моих друзей, ну, всей тематикой, да, тема лекции, тем вообще, в общем предназначением, так далее. У меня стали такие провлезки по-другому совершенно делу, но в нем я не считаю, что я смогу заработать денег, ну, как бы он мог, но это дело, оно достаточно приносит. Какое дело? Ну, вот смотрите, одно дело у меня связано с онлайн-бизнесом, основное, а другое дело... А вы руководитель там, руководитель людьми? Да. Да, второе? А второе, это просто пение. То есть, как бы, я прихожу там, в караоке пою, и сейчас, на данный момент, да, просто, в большинстве случаев, даже больше для получения вот этого удовольствия, да, от людей, которые возвращаются, люди говорят, как бы, это супер, это классно, я постоянно стал замечать, эти мои чки, как бы, внимание, да, я стал понимать больше, что не там были мои предназначения, и у меня мысль закрывалась, такая. Сейчас я вам, я вам расскажу. Смотрите, у вас от природы очень сильный разум, и вы уже действуете, как руководитель, по своему предназначению. но, так как вы, как личность, не раскрыты, поэтому вам нужна деятельность, которая бы вас очищала от напряжения, приносила вам счастье, то есть вам сейчас счастья в жизни не хватает, вам не хватает зарядки, батарейки, понимаете, то есть вам нужно батарейку заряжать, она у вас устала уже от жизни, от работы, вот, и эта деятельность называется духовная практика, она нужна каждому человеку, если человек не занимается духовной практикой, он становится обесточенным в жизни, и вы сейчас, вот, как понимаете эту духовную практику, так и действуете, понимаете, но ваше предназначение руководитель, вы его сами пока не поняли, вы действуете на уровне способностей, но занимаетесь именно руководством, но интересно знать, что когда вы раскроетесь как личность, когда вы станете развитой личностью, вы также будете руководителем, но в той сфере, которая станет для вас миссией, сейчас вы работаете для того, чтобы содержать себя по своим способностям, по своему предназначению, но на уровне способностей, а не на уровне предназначения, потому что как для предназначения ваша личность не развита, вы не можете как бы найти ту стезю в этой области управления, где бы это было для людей, для вас, как миссия, чтобы вы посвятили этому свою жизнь. Вы сейчас просто работаете, устаете, и вам нужна какая-то деятельность для подпитки батареек, но эта деятельность никогда вам не будет давать денег. Сколько бы вы ни пели, вы не заработаете ни копейки на это. Ну, копейку может одну заработать. Вряд ли вам это понравится. Спасибо большое. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. 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 Собственного несовершенства. Когда он не чувствует, что он успешен, развит и имеет силу влияния, мужчина мучается неимоверно. И когда женщина ему, еще его жена, еще ему говорит, что типа, ну ты же это, ну то есть, она еще ему так говорит, то он тогда вообще просто, ему лучше спиться и умереть. То есть она его убивает такими вещами. Поэтому для женщин очень важно как бы знать, что как бы она ни считала, как бы она ни думала, она своему мужчине должна говорить, ты нормально, все у тебя, все классно, молодец. Надо его подбадривать, вдохновлять, она должна ему давать силы для того, чтобы победить судьбу. Понимаете? Женская поддержка в этом заключается. Теперь у женщин. В чем заключается самое большое страдание? Какая сила вызывает у женщины в сердце самые большие трудности? Эта сила означает страх. Очень глубоко она сидит в сердце женщины. Страх одиночества, отсутствие близких отношений, отсутствие стабильности в жизни, отсутствие чувства защищенности. Ну то есть по-разному можно это трактовать, но идея одна, что нет стабильности какой-то внутренней и любви. Понимаете, как бы и часто женщины, они вот эту вот стабильность и любовь ищут не там. Они думают, что это все можно получить на работе с самого начала. И они считают, что им не хватает квартиры, достаточно средств и хорошего коллектива. Вот у них какая идея. То есть они думают, что будет хороший коллектив, квартира и достаточно средств. Тогда я могу подумать о личной жизни. Чаще всего женщины так настроены, и у них полная уверенность вот в этой идее. Полная уверенность. В чем системная ошибка заключается? Сейчас объясню. Системная ошибка заключается в том, что вот центром, эпицентром всех этих, как бы этой микросхемы, этой схемы мышления является работа. Потому что без работы квартиры не будет, и без работы не будет денег. Понимаете? То есть как бы вот центральным фактором является работа всей этой схемы. А работа — это зона, в которой нет глубоких и близких отношений. Это зона деловых, сухих, жестких, насильственных отношений, в которых женщина теряет себя. То есть она приходит на работу, допустим, в ней как бы ей нравится работа. И все. Женщине, кстати, легко понять, что ей нравится. Не сильно сложно понять, чем заниматься. Что ей нравится, и легко понять. Она туда приходит, а там делает то, делает так, делает сяк. Ну то есть нажим идет. Любой нажим для женского сердца не переносим вообще. Поэтому первое время, как отношения между мужчиной и женщиной строятся. Женщина отстаивает свои права жить так, чтобы на нее не нажимали, не давили. Ну то есть она учит мужа так себя вести, чтобы он не давил на психику. Иначе, если мужчина давит, женщина не может жить. Она просто с ума сходит. То есть женская психика, она не способна жить в деловых отношениях. Ей нужны теплые, добрые отношения любви, сострадания, тепла, заботы. Все. Поэтому, если у ней нет опоры в жизни, то есть нет семьи, нет места, где бы она стабилизировалась, чувствовала вот именно личные отношения, близкие отношения, личные, то она начинает таять. На работе она получает четыре стадии. Любая девушка, любая женщина. Первая стадия, мне нравится. Вторая стадия, устаю. Третья стадия, надоело. Четвертая стадия, ухожу. И такой цикл будет постоянно идти, если у вас нет стабильности. Теперь смотрите, вы получили корни. То есть семья есть. Вот она, ваша семья. Причем семьей может быть не обязательно только муж. Семьей могут быть родители. Ну, то есть женщина должна быть в семье, понимаете. Если у ней близкие отношения с родителями глубокие, и она с ними живет, то тогда она или, ну, конечно, лучше муж и дети. Конечно, лучше так. Она приходит на работу. И интересно, как отличается психика женщины. Вот два варианта, смотрите. Первый вариант. У ней нет семьи, нет стабильности. Она приходит на работу. И там, на работе, она всю себя отдает. Потому что женщине надо кому-то себя отдавать. Она не может просто так жить. Ей надо раскрывать там свое сердце, верить в кого-то. Допустим, она там верит в начальника, отдает себя процессу. И как бы думает, что у ней все в жизни будет хорошо. Строит очень близкие отношения с сотрудниками. Пытается там найти свое счастье. В результате сотрудники ее обманывают. Начальник начинает эксплуатировать ее. Она в него верит. Он говорит, ты останься, как бы, ты останься на сверхурочно. Все остальные уходите. Она чувствует насилие в отношениях с начальником. Она чувствует, ну, как бы, предательство в отношениях с сотрудниками. И она чувствует, что ее вот это вот желание стабильности на работе, это просто блеф. Она думает, наверное, это не моя природа. Пойду-ка в другое место. Может, там у меня все получится. Теперь, смотрите, девушка замужем. Или чужие, которые имеют близкие отношения, она чувствует себя стабильно в жизни, потому что у нее есть семья там и так далее. Как она приходит на работу? Точно так же, допустим, ей нравится работу. Точно так же, такой же коллектив, такой же начальник, все то же самое. Ей все это нравится, все хорошо. Но ее психика постоянно дома. Ее желание отдать себя полностью дома. Поэтому ей нравится работа. Она там тоже активно работает. Но у нее нет привязанности к этой работе. Она как бы не чувствует, что когда подружка там какая-то предала тебе на работе, она не чувствует себя поверженной. Начальник не может ее эксплуатировать, потому что она от него не зависит. Она зависит от мужа. Хоть он и хороший человек, но он не чувствует, что она от него зависит, потому что она зависима от мужа. То есть ее зависимость, ее вера, она ушла из этой сферы работы в сторону семьи. И в результате она стала защищена. Она ходит на работу. Она может там уставать, допустим. Но она отдыхает, опять туда приходит. Но если женщина считает целью, вот как бы к этой работе прилипает, как к основе своей жизни, она не может там потом отдыхать. Если там ей стало плохо, она будет хуже, хуже, хуже себя чувствовать и потом уходить оттуда. Все. И будет потом в изнеможжении какое-то время находиться, очухиваться, отдыхать и опять туда в работу. Причем, если она так настроена, вот на работу, то она постепенно будет терять женские силы. Она не сможет, понимаете, женщине надо, психика женщины так работает, куда настроилась, то и получила. Если она настроилась на семью, ей надо делать то, что я сказал, стать сильной такой, чтобы бить кого-то с ног. Но для этого надо вкладывать силу туда, и от кем жить. Но когда она вкладывает силы в работу, ей ни на что больше сил не остается. Она не будет рисоваться ни перед кем, она не будет ни с кем дружить. Она просто будет на работе уставать, приходить домой. И если ей работа даст немножко стабильности, денежек и немножко квартиры, то тогда она подумает, о, у меня классная жизнь, мне никто не нужен. Мне нужен вообще, наоборот, покой дома, чтобы я отдыхала, для того, чтобы опять отдавать себе работе. И так она живет, и вроде бы у ней хорошая ситуация, все стабильно, все хорошо. Но постепенно она тает, как личность. Ее красота тает, потому что она взрослее становится. Она становится никому не нужной, потому что именно красота женщины является основой способности привлекать в себе людей. В результате она становится постепенно одних ноков, входит в депрессию, и потом жизнь ее рушится постепенно. Классная перспектива? Поэтому, если это не красная перспектива, тогда женщина должна так жить, когда у нее нет мужа. Минимум сил на работе, найти работу, которая бы чуть-чуть денег давала, не обязательно много денег для жизни, просто живите по минимуму и вкладывайте в отношения по максимуму. Работайте над собой, учитесь, как жить правильно, учитесь любить, отдавать себя, и все, вот так вот. Постепенно станьте красивой, счастливой, удовлетворенной, и кому-то понравьтесь, пускай он работает. Че париться? Не парьтесь. Девушки, не парьтесь. Есть определение мужчины и женщины. Мужчина — это тот, кто добивается всего в жизни сам. Это мужчина. Сам добивается всего в жизни. Женщина — это та, которая ничего в жизни не добивается. Ей само все приходит. Мужчина — это тот, кто добивается всего, и он получает. А женщина — это та, которая принципиально ничего не добивается. Приходит все само. Просто потому, что она женщина. Она получает мужа, квартиру, машину, семью, все получает. Просто потому, что она женщина. И так действует женская сила. Мужская сила действует по-другому. Женщина рождается сразу красивой. Девочка уже совершенно с детства. Она хорошо учится, у ней все способности раскрываются сами. С детства ей не надо напрягаться, чтобы у ней способности раскрылись. Единственное, чего нужно, чтобы это все не растерять. Не стать слабой, замученной и несчастной. Вот что должна женщина знать. Она должна быть счастливой, удовлетворенной, красивой и влиятельной. Вот что она должна все сохранить в себе. Мужчина, когда рождается, у него ничего нет. У мальчика он ничего не соображает, маленький мальчик. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Девочка все знает. Ты что хочешь, когда вырастешь большой? У меня будет двое детей. Там у меня будет тость. Она все знает, что у ней будет. Она маленькая ей пять лет. Все уже знает. Как папа себя ведет, как мама. Она во всем разбирается в отношениях. Девочка пять лет. Мальчик еще... Ну тебя не разбирает. Как мама с папой себя ведут? Он не знает. Он знает, где улица просто. И все. То есть мальчик должен все развить себе. Он рождается в темноте. Мальчик чувствует себя несовершенным. Он завидует дяденькам, которые все знают. Они такие сильные, способные. А он ничего не знает, ничего не понимает. Для него это кошмар просто. Для девочки кошмар, что она не защищена. Ей нужна как бы защита. Она мечтает о том, что была семья там и так далее. Нужна защита. Понимаете? Какая колоссальная разница. Девушка все сразу имеет. Но она не имеет стабильности. Парень сразу имеет стабильность. Он знает как бы... А? Он знает, что ему надо куда-то бежать, что-то делать. И в этом его стабильность. Он очень как бы гиперактивен в развитии. То есть ему надо развиваться. То есть у него есть как бы идея, куда развиваться. И все. И он как бы туда развивается. А если кто-то останавливает, он сметает эти препятствия. Такая система. Поэтому надо все и так остаться на всю жизнь. Девушка должна все получать. Естественно, парень через победу. Такова природа. Человек. Теперь смотрите предназначение женщин. Четыре категории. Четыре категории. Как они раскрываются в женской жизни. В жизни женщин. По-другому. Не как у мужчин. Сначала женщина вводит... Ну как бы она работает над собой. И она... Ее амбиции идут в ее природу. Ну допустим, как себя ведет, допустим, девушка по природе ученый. Она такая... Очень грамотная. Все понимает. Ну то есть... Она просто показывает себя, что она вот такой природной... Мне сказали, что надо заканчивать лекцию. Не продлевают аренду зала по какой-то причине, да? Ну то есть какое-то недоразумение. Не будем как бы... Эту тему... К сожалению. Не продлевает... То есть мы уже на полчаса сместили. Не продлевает аренду нам руководство. Завтра, я думаю, все решат. По крайней мере, как бы мы вовремя начнем, вовремя закончим. Ну то есть я закончу эту тему. Сейчас немножко оборвался на полусловие, что у женщины все развивается таким образом. Сначала она свое предназначение раскрывает в том, что она находит себе мужа по своей природе. Лучше всего, когда ученый выходит за ученого, руководитель за руководителя, бизнесмен за бизнесмена, творческий человек за творческого человека. Это от женщины зависит. Если она как личность раскрылась, то она привлекает людей, каких надо по своей же природе разума. И сама разбирается, кто имеет вот эту природу разума. То есть она... По ее природе она может выбрать себе мужа такой же природы разума, как у нее. Это первое, в чем женщина развивается. И становится успешной. Следующая стадия ее развития заключается в том, что она по своей природе начинает воспитывать своих детей. Ученая как ученый, там руководительница как руководительница. Понимаете? То есть она через детей начинает свою природу проявлять. На второй стадии. И на третьей стадии она свою природу в деятельности уже проявляет. То есть она... И причем в деятельности не такой, как у мужчины. Понимаете? Есть два типа вообще, если взять этот мир, то есть два типа деятельности в этом мире. Один тип деятельности называется забота о людях или социальная деятельность. Деятельность, в которой любовь является основой жизни. Ну, допустим, школа, где надо любить людей, детей воспитывать. Больница, где надо любить людей, любить. Там, допустим, дом престарелых, допустим, или организация праздников в городе там и так далее. Общий ПИД. Ну, куча просто направлений, где любовь является основой и служение людям является основой деятельности. Вот там женщина должна работать. Любые женщины любой природы должны заниматься только этой сферой. Мужчины занимаются деятельностью, где нужна аскеза, где нужна победа, где нужен труд. Это производство, это армия, там, это, ну, все что угодно. Деятельность, где требуется чисто выполнение задачи. Это не связано с любовью к людям. Понимаете? Если на такие сферы как бы делятся, вот эти две категории людей, то в обществе наступает любовь, все процветает общество, социальная сфера процветает, и деятельность, бизнес тоже процветает. Потому что если женщина занимается бизнесом, она теряет себя, тает. Если это с людьми не связано с любовью, а просто с производством, она себя теряет. И мужчина себя теряет, когда он слишком много тратится на отношения, ля-ля-тру-ля-ля, когда он как бы не вкладывает чисто в деятельность, а вкладывает вот в то, чтобы надо улаживать отношения, любить всех. Он теряет себя в этой деятельности. Ему очень сложно. Разобрались? То есть женщина развивается тремя этапами. Если она перепрыгнула через два, сразу хочет в деятельности природу свою почувствовать, у нее нет семьи, нет детей, то она просто высыхает, становится несчастной, замученной становится. А если вот так последовательно, сначала она развилась так, чтобы выйти правильно замуж, потом она родила детей, как бы с ними позанималась, и дальше уже у нее есть основа в жизни, она идет в социум. Может быть, как-то и по-другому у женщины в жизни, но это неэффективно. Может быть, мы же не можем выбирать судьбу. Одна осталась, никто не может тебе помочь, придется работать по-любому. Раньше же девушку, пока она не выходила замуж, содержали родители. Сейчас выросла, до свидания, сама себя содержит. Сейчас другая жизнь, другая культура. Сейчас мы с вами потренируемся чуть-чуть, будем учиться желать всем счастья. У нас сейчас будет такой тренинг, осталось 7 минут до конца лекции. Я потом объясню вам, зачем это надо. Это нужно для развития разума. Когда человек повторяет какие-то настрои, особенно под, допустим, под духовную какую-то музыку, песнопение, то он становится очень сильным в разуме. вот эта способность это делать, побеждает судьбу. Мне нужен микрофончик сейчас, чтобы компьютер звучал. Послушайте меня внимательно. Разум — это такая структура, которая с помощью звука крепнет и побеждает все препятствия в нашей жизни, какие только есть. Все препятствия находятся в памяти человека, вся наша судьба живет в памяти. Если память отвлекается от проблем личных и настраивается на молитву или на бескорыстные настрои, допустим, я желаю всем счастья, то тогда в этом случае человек становится способным побеждать свое внутреннее, все, что внутри находится. Потому что, когда мы сосредоточены на своих событиях, на своих мыслях, эта сосредоточенность, она... Мы как в замкнутое пространство попадаем, живем в своем мешке. Стресс означает самоистощение. Человек думает, думает, сам справиться с проблемами не может, он себя истощает, спать уже не есть, не может, и постоянно думает, думает, думает о своей проблеме. Чтобы от этого избавиться, нужно включить молитву какую-то, начать ее слушать, отвлечься от своей памяти, память в тех, кто с Богом связан, вовлечь память свою в тех, кто с Богом связан, и повторять эту молитву вместе с ними или просто, если нет никакой молитвы, то я желаю всем счастья. Так человек может, отвлекаясь от проблемы, соединиться с источником силы, с божественным чем-то, и при этом побеждать судьбу. Давайте попробуем. У нас сейчас зазвучит православная музыка, потому что у нас здесь, в этой стране православная культура, и мы должны ее все любить, учиться. Сейчас надо начать сильно слушать молитву, и так же, как они, в их настроении, с внутренней силой повторять, «Я желаю всем счастья». При этом не думать о себе, как ты повторяешь, а именно слушать тихо, в их настроении, как они отвлечься от себя. Когда вы, если все правильно сделаете, у вас сила в голосе появится, и спокойствие в сердце. Это признак того, что разум включился. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.